Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите Хорошее Утро. И, во-первых, сегодня пятница. Это уже отлично. Второй день весны. Это просто прекрасно. Друзья, а этот день с вами начинает Евгений Шитухин, Полина Копленкова. И давайте скорее просыпаться, улыбаться этому дню, потому что будущее уже на пороге. Специальная информация для тех людей, которые ежневно сталкиваются с пробками. И вообще для всех тех, кто когда-либо мечтал летать. Потому что изобрели новый аппарат, который просто победил гравитацию. Это дело в руках французских предпринимателей. Значит, они представили миру летающий Сигвейл. Есть Сигвейл просто. Вот мы катаемся по дороге. А это летающий Сигвейл, который можно управлять с помощью двух рычагов. Да, совсем скоро он появится в продаже. Представляете, скоро будут не просто люди кататься по улице на этих колесах, но и летать. Управлять им очень просто. Надеваешь костюм, шлем, становишься на эту площадку. И есть две рукоятки, как лыжные палки. И, как уверяют разработчики, этот Сигвейл способен преодолевать расстояние по горизонтали на 3 километра. Видимо, без подзарядки. Со скоростью 180 километров в час. Нет, 130 он способен разгоняться по вертикали. Представляешь, так 130 километров в час. Друзья, ну а пока вы перевариваете эту информацию, предлагаю вам подготовиться к встрече с нашим следующим гостем. Через несколько мгновений у нас здесь будет петь настоящая московская звезда, человек, песни которого вы наверняка слышали на многих радиостанциях нашего края и России. Скоро узнаете, кто это. Не переключайтесь. Наш гость – лауреация российских и международных конкурсов. Автор-исполнитель Дмитрий Прянов. Песни Дмитрия звучат на многих радиостанциях, а концерты проходят с ошеломляющим успехом. За свою продолжительную карьеру он записал и выпустил уже 4 сольных альбома. И сейчас готовит пятый, который выходит летом 2018 года. А у вас есть возможность послушать его новые песни и прошлые хиты уже прямо сейчас. Ты мне розы подарила, розы в капельках дождя, Виновата улыбнулась, уходя. Через день цветы завяли, низко голову склоняя. Видно, розы угадали, что не любишь ты меня. Увядшие, увядшие цветы сказали мне, чего не скажешь ты. Сказали мне, сказали, чего не скажешь ты. Увядшие, увядшие цветы. Все влюблённые наивны, все влюблённые слепы, Были розы, стали острые шипы. Я тебя не упрекаю, я печаль перетерплю, Забываю, отвлекаю, но по-прежнему люблю. Увядшие, увядшие цветы сказали мне, чего не скажешь ты. Увядшие, увядшие цветы сказали мне, чего не скажешь ты. Увядшие, увядшие цветы сказали мне, сказали, чего не скажешь ты. Увядшие, увядшие цветы. Сказали мне, сказали, чего не скажешь ты Увядшие, увядшие цветы Сказали мне, сказали, чего не скажешь ты Увядшие, увядшие цветы Браво! Доброе, хорошее утро! В гостях у нас сегодня Дмитрий Прянов, певец-исполнитель. Доброе утро, Дмитрий! Доброе утро, доброе утро! Спасибо за чудесную песню! Зарядили в Кубань, я уверен, все просто влюбились! Ты сам проснулся! И мне кажется, эта песня будет сопровождать наших зрителей сегодня весь день, потому что очень быстро ложится, вот как-то западает в памяти, хочется подпевать. Влядшие, влядшие, святые! Дмитрий, но расскажите, какими судьбами вы из столицы попали к нам на Кубань? Я прилетел специально, у меня сегодня с вами эфир, еще на одной радиостанции. Ваша самая популярная, поэтому сегодня я без гастролей, чисто от эфирица по всей Кубани. То, что вы к нам приехали, это, конечно, приятно, но я думаю, что нашим зрителям и вашим поклонникам хотелось бы уже посмотреть ваш концерт, посетить его. Как скоро ждать концертов в Краснодаре, на Кубани? Вот сейчас как раз идут переговоры, планируем, скорее всего, на осень 2018 года, поэтому, если что, реклама, следите за рекламой. Отлично, но это хорошая новость, на самом деле. Хотелось бы узнать, вот у вас уже есть, насколько мы помним, несколько сольных альбомов, да? Есть, я вам, кстати, привез их. Вау! Ой, как мы любим! Это ребята с подарками. Первый потерялись, мы с тобой, ты моя звезда, альбом 2, начатая прогулка, альбом 3, пятая невеста, альбом 4. Ну, то есть где-то от Краснодара до Сочи можно в машине под все 4 альбома проехать. Да, и сейчас мы пишем, я бы сказал, не пишем, записали пятый альбом, новый. Он уже весь записан на студии, но на стадии сведения, поэтому релиз будет, ну, релиз, это те, кто не знает, это выход альбому в свет, 1 июля. 1 июля ждать новый пятый альбом. Какой он будет? Что за песни? О, там 10 новых песен, будут два дуэта, пока об этом я говорить не буду, с кем они будут, но это будет. Ну, пожалуйста, хотя бы какую-нибудь первую букву имени. ТМ? Таисия Поварей. А, нет. Нет, не Таисия. Мы подумаем еще. Ну, вообще, если говорить о дуэтах, с кем вы уже выступали совместно перед дуэтом, с кем планируете, может быть, с кем мечтаете? Ну, по-боро, что я мечту-то выступала со многими, ну, как гость в их программах, а вот дуэтов у нас вот из записанных, это Сережа Войтенко, Баян Микс, пятая невеста. С Виколаневской мы записали песню «Колхоз», очень такая бомбическая. Название такое, говорящие. Ну, да, она такая деревенская получилась, но такая, в таком драйвишах и резады. Ну, вот. И сейчас планируется у меня ряд дуэтов, которые мы сейчас готовим. Ну, ладно, открою. Один дуэт будет с Катериной Семеновой, это моя подруга. Она написала мне потрясающую песню, называется «Пересечемся». Мы ее уже записали, сделали, но когда я ее послушала, Катя говорит, «Катя, давай сделаем ее дуэтную версию». Он говорит, с радостью, поэтому сейчас, когда я вернусь в Москву уже, повезу ее на студию, я уже записал его, повезу ее на студию, буду прописывать свою партию. Вообще, ваши песни, это есть ли среди них авторские, те, которые написали, в смысле вы сами, или вам кто-то пишет песню? 100% я. Даже так? Музыка, музыка в основном вся моя. Ага. А есть и тексты ваши, да? Мало, 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 потому что я обычно привык делать то, что я делаю. Все-таки вы музыкант, в первую очередь, а не поэт, да? Ну, я просто привык делать хорошо то, что я умею делать. Я не люблю себя выдавливать, потому что когда ты выдавливаешь, оно идет ненастоящее. А по поводу стихов, то у меня мой постоянный соавтор от Ирочка Савельева, это моя близкая подруга, она потрясающий соавтор. Это поэтесса потрясающая, она хорошо пишет, и она меня чувствует. И второе, это Нонна Супрунова. Это таких два основных. Ну, тогда можем мы вас попросить еще раз сделать то, что у вас замечательно получается, а именно исполнить... Спою песню потерялись мы с тобой, музыка моя, слова, кстати, написал мне мой друг Слава Малежик. Ну, тогда передаем привет Малежику, и в эфире «Хорошего утра» Дмитрий Прианов. Про ребята просыпаемся. Я гитаре своей, я гитаре своей, справил новые струны. Снова в песню нырнул, снова в песню нырнул, с головой как в запой. Чтобы песни согреть, чтобы песни согреть, до утра вечера луны. Ты любимый своей, ты любимый своей, душу на стеж открой. Потерялись мы с тобой, потерялись. Не зови меня пока, не зови. Растерялись мы с тобой, растерялись. Все слова, все слова о любви. Я с тобой пополам, я с тобой пополам разделю корку хлеба. И вино, и вину, и вино, и вину я с тобой разделю. И с тобой улечу, и с тобой улечу, если хочешь на небо. И если надо, смолчу, если надо, смолчу, если надо, спою. Потерялись мы с тобой, потерялись Не зови меня пока, не зови Растерялись мы с тобой, растеряли Все слова, все слова о любви Друзья, сегодня у нас в гостях был Дмитрий Прянов Это и другие интервью вы всегда можете пересмотреть на сайте Ну а сейчас эксклюзивный подарок для наших телезрителей Вы можете стать обладателями четырех альбомов от Дмитрия Прянов Которого он сейчас самолично подпишет, каждый альбом Для этого просто нужно взять в руки телефон Все очень просто, отправляем смс-сообщение на номер 8-988-312-15-15 Со словами, вот здесь уже есть, хочу альбом И раз, два, три Четвертый, кто пришлет, заберет четыре альбома Друзья, ну а прямо сейчас предлагаем вам переместиться в солнечный Абрау-Дюрсо Где наш Павел Моисеенко совместно с шеф-поваром кулинарной школы Абрау-Дюрсо Готовит нечто очень вкусное Давайте учиться готовить вместе Краснодарский край Поселок Абрау-Дюрсо С 1974 года местное озеро Абрау считается краевым памятником природы А памятником кулинарному искусству вполне может стать гастрономическая школа Абрау-Дюрсо Где уже готовы приготовить новые блюда наши кулинары Доброе утро, друзья Мы приветствуем вас из гастрономической школы Абрау-Дюрсо Вместе с Валентиной Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Что мы будем готовить сегодня для наших зрителей? А сегодня мы приготовим моцареллу с соусом сальса Мы ее будем жарить во фритюре, в сухарях панко Мы сначала сделаем соус Все подготовим для нее? Да Из чего состоит соус? Томаты Так, помидоры я резать умею Берется острый нож Долька помидора И аккуратненько начинает Это все, кожура отделяться от внутренностей Вы тем временем мелко нарезайте, что это за зелень? Это базилик И петрушечки немного И красный лук, да Смешиваем мелко нарезанный помидор Искусно просто мастерски Отделенный от кожуры И нарезанный поваром зелень с луком Там ничего сложного Солим, перчим Конец цитаты ведущего Масло оливковое Полторы-две столовые ложки Это белый винный уксус Белый винный уксус Соус готов Теперь очередь за моцареллой Для панировки понадобится два яйца Мука, сухари панка И чуткий присмотр Павла А также его хорошие уместные вопросы Так он попросил сказать Вот теперь берем нашу моцареллу Вваливаем в муке Потом яйцо В муке В яйцо И дальше в сухари Дальше в сухари Я разбираюсь в кулинарии Можно сделать двойную панировку Для того, чтобы сыр у нас не подумал даже убежать, когда мы будем жарить Мы его еще раз сюда же в муку Двойная панировка Двойная панировка, да Дальше мы пойдем к плите Итак, мы подошли к фритюру Здесь у нас уже нагрето Горячее нагретое масло до температуры 180 градусов И жарим Долго не надо жарить до румяной корочки До румяной корочки Ну вот, у нас и готово Сыр уже, видите, немножечко повыходил Возвращаемся к нашему столу И это с учетом того, что у нас была двойная панировка И сыр уже начал выбегать Да, да, сыр, да Вот я что и подстраховалась, чтобы она Теперь мы на тарелочку Просто выкладываем наш соус Такая будет подушка для нашей моцареллы Да, это подушечка для моцареллы Берем зелень тоже Украшаем веточками базилика Итак, Валентина, у нас с вами сегодня получилось Моцарелла жареного фритюра с соусом сальсом То, что мы и планировали, друзья Хорошего вам дня, хорошего утра И замечательного настроения Кушайте хорошо Ну что, друзья, всем здравствуйте Вы смотрите Хорошее утро И давайте-ка просыпаться Чтобы зарядиться бодростью Нам обычно присылают видеобудильники И сегодня у нас необычный видеобудильник Я прям промарширую к плазме Итак, Полина, равняйсь Смотрим видеобудильник от краснодарских курсантов Доброе утро, Кубань! Мы курсанты Краснодарского высшего военного училища У нас подъем в 6 утра, а вы до сих пор спите? Если вы до сих пор спите, наш старший найдет к вам Желаем вам хорошего дня и пробуждения Энергии и горды без пробок Хорошего утра! Спасибо вам большое! Ура! 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 Мы на самом деле немного пораньше просыпаемся Чем в 6 утра Друзья, если вы хотите присылать такие же будильники И увидеть себя по телевизору Присылайте к нам на номер 8-988-312-15-15 ватсап Либо в группу Хорошее утро во Вконтакте Либо на почту Утро, Дефис, Кубань, 24, собакамейл.ру Все просто, мы обязательно покажем вас и ваш видеобудильник Друзья, но я хочу напомнить, что на календаре уже 2 марта Это значит, что до главного праздника марта 8 марта международного женского дня Время остается совсем мало Это значит, что совсем скоро мы подведем итоги нашей акции Которую Хорошее утро проводит совместно с уникальным курортом с Полтава, Крым Суть этой акции такова Значит, нужно написать О самой прекрасной женщине в вашей жизни Это либо мама, либо бабушка, либо тетя Либо вы сами, если вы считаете, что именно вы достойны главного приза То напишите, почему вы этого достойны Расскажем, какой главный приз Он потрясающий Это путевка в санаторий Полтава, Крым Где вы сможете поправить свое здоровье Отдохнуть, стать здоровой, красивой, цветущей Санаторий этот находится в городе Саки Который сам по себе город является уже просто природным спа-комплексом Я уже начинаю, я уже начинаю писать Про свою маму не про себя, надеюсь Друзья, отправляйте нам свои фотографии Это письма, видео, неважно, можете даже картину написать об этой самой лучшей женщине, которой достанется главный приз Кстати, об изобразительном искусстве Хотим поднять вам настроение и рассказать необычную историю, которая происходит в ЮАР Там проживает единственная в мире свинья-художник, которая умеет писать картины Ну, по крайней мере, так считает ее владелица Смотрите Ну, пока что ничего необычного в картине я не вижу Необычного, а то, что эту картину пишет свинья Смотрите, какая красота История эта очень, вы знаете, такая душесчипательная Дело в том, что этого четырехмесячного поросенка хотели отправить на скотобойню Но защитница животных, Джоан ее зовут Она этого поросеночка спасла, отправила их к себе на ферму И, значит, однажды поросенку под... не лапы, под рыло Попались кисти и краски И свинья, не поверите, она взяла кисть и обмакнула ее в краску И написала, помогите Значит, нет? Нет, она стала писать картины И Джоан поняла, что у этого поросеночка талант И назвали его Пикассо Потому что считает, что вот такое искусство можно причислить к импрессионизму Между прочим, картины Пикассо вот такого с пятачком продаются Уже продано около 40 экземпляров Ты знаешь, что сейчас все телезрители пошли? Вручили своим свиньям кисти и краски Потому что картины продают 1700 фунтов стерлингов за картину, которую рисует поросенок Мне кажется, что после такой новости, на самом деле, стоит присмотреться к своим домашним животным Возможно, в прошлый раз, когда ваша окошка испачкала ваш ковер Не нужно было ее ругать, нужно было... Возможно, она просто хотела, чтобы она нарисовала Она начинала свой творческий путь просто в этот момент Друзья, если после такой новости вас мучает чувство вины к братьям нашим меньшим Посмотрите наш следующий совет от психолога Надежды Железняк Она как раз об этом будет говорить Доброе утро! Поговорим о чувстве вины Чувство вины – это такое чувство, что мы перешли какие-то нормы Нарушили какие-то границы Эти нормы бывают внутренние, например, никогда не отшлепаю ребенка Или внешние Родители говорили, что ехать в отпуск можно только тогда, когда накопишь на квартиру Что же с этим делать? В нашем городе есть доска почета А в Советском Союзе были еще доски позора Вот такая доска позора есть в голове практически каждого из нас Мы сами себе самые строгие критики Кстати, вина – это биологический механизм Она нужна для сплочения социальной группы Ведь если кто-то чувствует вину, значит, скорее всего, попросит прощения И, значит, социальная группа, будь то коллектив или семья, будет сплочена Вина чем-то граничит с ответственностью Но чем они отличаются? Предлагаю провести небольшой эксперимент Вместо «я чувствую себя виноватым за что-то», заменительно «я чувствую себя ответственным за что-то» Ведь вина направлена в прошлое, а прошлое уже не изменить В то время как ответственность в будущее, а значит, у нас есть возможность Извлечь важные и нужные уроки из того, что произошло Будьте здоровы, доброго вам утра и продуктивного дня Надежда, спасибо вам большое, а для наших телезрителей у нас есть сюрприз Друзья, спешим поделиться с вами радостной новостью С сегодняшнего дня по 2 марта в Краснодаре будет проходить фестиваль Лаборатория невербальных театров За эти дни зрители смогут увидеть 5 пластических спектаклей без слов Которые будут показаны только языком тела Кроме того, актеры, участники этого фестиваля смогут посетить различные мастер-классы Пластические лаборатории Что такое пластический театр Сможем мы сегодня узнать и показать вам Потому что в гостях у нас организаторы этого фестиваля А также участники Смотрим Пластический театр Пластический театр Пластический театр Субтитры создавал DimaTorzok Вот важное дополнение. Если я знаю еще один номер, давайте его посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, для вас выступали актеры Академии Дмитрий из Южной Швейцарии. А также сегодня у нас в гостях Саша Сум, руководитель проекта, театральный педагог, режиссер по пластике города Москва. А также Павел Лисовцов, арт-директор студии йоги и преподаватель йоги. Всем здравствуйте! Доброе утро! Разбудили так разбудили. Скажите, почему именно в Краснодаре решили делать этот фестиваль? Дело в том, что я сама отсюда, и я хочу, чтобы здесь имело развитие наш город, чтобы развивать наш город, культуру нашего города. Поэтому выбрали именно этот город. Скажите, вообще, я знаю, что у вас будут участвовать также актеры слабослышащие. Вот насколько важно, на ваш взгляд, людям с ограниченными возможностями здоровья иметь возможность проявлять себя в таком жанре? Это очень важно, потому что именно в этом направлении театра нет разницы, слышат они или нет. Они чувствуют себя на равных, понимаете? И я точно знаю, что это нужно, потому что в Москве театр Недослов к нам приезжает. Они существуют, они показывают эти спектакли. И мы очень хотим, чтобы к ним ходила тоже аудитория и слышащих, и не слышащих. Мы хотим их объединить. Для не слышащих людей это возможность заниматься искусством и быть безразличием. Скажите, пожалуйста, а вот у нас на Кубани пока подобных театров нет, поэтому... Нет, нет. И этот фестиваль, я так понимаю, тоже некий такой призыв что-то с этим делать и, может быть, организовать какую-то студию для слабослышащих людей, для того, чтобы они могли себя проявлять вот в таком пластическом сценическом творчестве, да? Да, конечно. Мы очень хотим, чтобы это привлекло внимание, чтобы это развивалось. То есть это развивалось в Краснодаре, это развивалось в Крае, это развивалось в России, потому что приезжают из разных городов. Если я правильно понимаю, то в рамках этого фестиваля будут проходить мастер-классы, в том числе по йоге и психологии, да? И вообще как это связано? Расскажите нам, пожалуйста. С невербальным искусством. Психология с театром связана очень тесно. Я думаю, тут не стоит даже пояснять. При обучении театральному искусству используются методы психологии, этой науки. Здесь все понятно. Ну а йога – это телесная практика, и это очень близко. Через тело в йоге мы ищем путь к своему сознанию. Этим же, в принципе, занимаются и в невербальном театре, поэтому это очень близко. Насколько этот жанр развит в Европе? Насколько его любят смотреть? В Европе, на самом деле, достаточно развит в разных формах. Начнем с того, что Ержи Гротовский, это польский такой реформатор, он учился у нас в Гитисе в 50-х годах и всегда говорил, что Станиславский – это его учитель, но он революционировал театр, и он придумал свой физический театр. Физический театр называют это. Физический именно театр, да. И там именно много традиций. Допустим, в Чехии очень много марионеток, театр предметов, клоунады, много революций в цирке. То есть есть новый цирк, который мешает все – от театра, физического театра, цирковых каких-то навыков. То есть на самом деле очень много. А как вы думаете, насколько вот обычный зритель, может быть, неподготовленный зритель к этому готов? Бывает такое, что люди… Насколько будет вообще понятно. Понятно. То есть либо это только для подготовленного зрителя? Это для всех зрителей. Обычно, вот я наблюдала такую ситуацию, зрители выходят со спектакля, смотрят на одном дыхании, потом выходят со спектакля и думают, я ничего не понял, но это было вот до глубины души. Не понял, но почувствовал, мне кажется. Ну, почувствовал, да, вот всем ощущение, это ощущение, это энергия. Тогда, друзья, всем телезрителям я предлагаю почувствовать прямо сейчас, потому что у нас есть еще один номер. Все верно? Именно. Мистер Белло. Мистер Белло. Мистер Белло. Спасибо. Мистер Белло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрели отрывок из невербального спектакля Будут показаны эти спектакли на фестивале невербальных театров Со 2 по 5 марта в городе Краснодар Если вы тоже хотите прочувствовать это необычное искусство Приходите на спектакли Более подробную информацию вы можете узнать в Краснодаре Также там будут проходить мастер-классы по йоге и психологии Друзья, спасибо вам большое за это интервью Можете пересмотреть его на сайте Кубань24.tv И прощаемся без слов Переходим Кубань24, смотрите Хорошее утро! Хорошее утро! Хорошее утро! Хорошее утро! Хорошее утро! Хорошее, хорошее утро Ну что, друзья, всем здравствуйте, всем доброе утро. Вы смотрите «Хорошее утро» в студии Полины Копленкова. Меня зовут Евгений Шитухин. И сразу же, просто без лишних слов, начинаем... Начинаем день с подарков. Ура! А подарки у нас сегодня замечательные. Это пригласительные билеты на КВН, которые будут... Центральная Краснодарская лига. Да, проходить все это будет дело 6 марта в 19.00 на Красное 5. Поэтому, если вы хотите счастливыми быть обладателями этих пригласительных билетов, нужно всего лишь взять в руки телефон и отправить нам уже привычное сообщение «Хочу на КВН и первый». Куда отправлять? Вот здесь есть номер 8-988-312-1515. И давай не первый, не пятый. Седьмой. Седьмой. Почему нет? Седьмой. Седьмая смска получает вот эти два билета на Центральную Краснодарскую лигу. Там будут, кстати, выступать не только наши краевые команды, но также команды со всей России. Поэтому будет очень смешно. Поторопитесь. Ну что, друзья, продолжаем хорошее утро. И самое время узнать, какая же погода будет сегодня, что нам надеть, какая пятница. И давайте-ка прям я пойду и расскажу, что происходит с погодой. Итак, друзья, в общем, пятница, в принципе, будет самым холодным днем на этой неделе. Дело в том, что мы попали под влияние промежуточного антициклона, но мы также не будем забывать и про циклон. В общем, здесь все кружится, бурлит. Значит так, осадки будут, но будут они незначительные. Немножечко покапает дождик кое-где, кое-где немного мы увидим снег. Но это будут, опять же, незначительные осадки. Повторюсь, но давайте перейдем уже непосредственно к температурам. Итак, обратите внимание, на севере края, в Ейске, Приморско-Ахтарске, плюс 2. На западе, на Тюбрюке, плюс 4. На Черноморском побережье, в Новороссийске, Геленджике, плюс 7. В Туапсе немного потеплее, здесь плюс 9. И в Сочи вообще просто балдежка, здесь плюс 10. И обратите внимание, везде мы поставили одну капельку, потому что, ну может, может немного покапать. Дальше, в Майкопе плюс 4, в Армавире плюс 3, Тихорецк-Карапоткин, здесь плюс 2. Давайте посмотрим, что происходит в столице края. Итак, в Краснодаре утром от минус 2 до нуля, облачно. Днем плюс 3, плюс 5. И вечером от нуля до плюс 2. Ветер юго-восточный, давление слегка выше нормы. Но, а дальше про выходные, кстати, хочу сказать, на выходных будет погодка уже получше. Будет, наконец-то, почувствуем дыхание весны. Друзья, ну а совсем скоро мы почувствуем, как наш привычный нам город Геленджик превращается в мекку серфинга. Не поверите, но совсем скоро словосочетание кубанский серфинг. Перестанет быть смешным. Да, именно так. Наконец-то надо мной никто не будет смеяться. В общем, ребята, в феврале проходил российский инвестиционный форум в Сочи. Там очень было много денег и немножечко перепало Геленджику. Да, дело в том, что там подписали соглашение, согласно которому в Геленджике будут готовить масштабный серфинг-центр. Его специально там построят, он будет занимать площадь в 3 гектара, и там даже будут сооружены специальные установки лагуны, которые будут производить волны искусственные. Можно будет регулировать с помощью этих установок частоту, высоту, представляете? Также там будет какой-то центр, в общем, все там будет, рай серфинга там будет. Увидеть мы это сможем через 5 лет, но представить, как будет выглядеть Геленджикский пляж. Через 5 лет мы можем уже как-то отжиматься, уже приводить себя в форму, но вот представьте. Так выглядит Геленджикский пляж сейчас. Это обычная картина Геленджика, но буквально через 5 лет побережье Геленджика будет выглядеть вот так. Женя, это не ты позировал случайно? Это я, да. Ну что, друзья, сегодня 2 марта, пятница, и давайте-ка узнаем, какие события связаны с этим днем. И с будущего вернемся в прошлое, узнаем, чем сегодняшний день отметился в истории. Ну, во-первых, сегодня отмечается день, международный праздник спичек. Оказывается, такой день есть, но и неудивительно, потому что спички уже настолько вошли в нашу жизнь, что их используют не только по прямому назначению разжигания огня, но также в качестве каких-то головоломов, в качестве палочки для ватной палочки. Ну, мне кажется, да, кстати, мне кажется, многие делали домики в детском садике. Домики и спичек, да, поэтому о спичках, конечно же, нужно рассказать. Их история уходит еще в 1805 год, но тогда были не совсем такие спички, которые вот вы видите сейчас, потому что изначальные спички, они были сначала из серной кислоты, которая была очень опасна, она очень дымилась, и к тому же искры, если попадали, то могли... То есть химический ожог, это было очень опасно, затем решили использовать... Потом были из белого фосфора. Белый фосфор, но когда они лежали в коробке, они могли... Из-за трения самовоспламениться, что тоже, согласитесь, небезопасно, к тому же белый фосфор тоже очень негавитый. Потом уже в 1851 году были выпущены первые те безопасные спички, к которым мы привыкли сейчас, потому что была изобретена красная сера. Так вот, друзья, спички бывают разные, очень много про них интересных фактов. Мы собрали... Посмотри, многие думают о том, что вот такая вот коричневая спичка и зеленая спичка, они дают разный цвет, именно огня. Вообще, на самом деле, они отличаются только цветом вот этой вот головки. Больше никакой разницы нет. Кроме того, сегодня также отмечается и день рождения компакт-диска. Конечно же, эра вот таких вот круглых, замечательных компакт-дисков уже уходит в прошлое, но поговорить о них стоит хотя бы раз в год. Они остаются только на лобовом стекле. Да, в качестве отпугивания радаров, как думают многие. Ну да, изначально компакт-диски были изобретены для записи аудио, но потом их стали использовать в качестве носителя любой цифровой информации. Интересно, что вот... Вмещает он 74 минуты, а именно 74 минуты длится 9 симфония... Бетховена. Бетховена. Да, поэтому до сих пор в него помещается примерно вот столько в формате CD. Диаметр диска 12 сантиметров, именно столько был первый диск в диаметре, и этот размер до сих пор сохранился. И что интересно, вот с момента вообще выпуска первого диска, и по сегодняшний день их было выпущено более 200 миллиардов, и говорят, что если сложить стопку из этих дисков, то она сможет опоясать земной шар более шести раз. Ну, кстати, помнишь, что мы боялись прям вот так вот поцарапать этот диск? Но на самом-то деле, говорят о том, что вот так поцарапать... Еще в принципе можно, потому что информация вся... Потому что если поцарапать с другой стороны... Это намного опаснее, да? Да, это намного опаснее, принесет большие вреды. Потому что информация вся записывается с этой стороны, и потом только наружным слоем защитным покрывается. Да. Друзья, ну, кроме того, видите, у нас здесь необычные такие пиалочки стоят. Сейчас объясним, почему. Потому что в этот день, 2 марта, в Индии празднуется Бенгальский Новый год. И по-другому этот праздник еще именуют праздник Холи. Это фестиваль весны, пробуждение ярких красок. У этого праздника есть сложное религиозное объяснение, не будем в него вдаваться, потому что к нам, в нашу, так сказать, европейскую культуру... Ну, ребята, к нам пришли именно в фестивале вот этих красок. Красок Холи. Когда мы можем обкидываться, создавать яркое настроение. И, между прочим, эти ведь краски, они в идеале, они абсолютно растительного происхождения, они безопасны, потому что для каждого цвета есть свой растительный краситель, например, оранжевый, это куркумин. И говорят, что они, так как растительные, безопасные и даже легко отстирываются с одеждой. Друзья, ну, мы решили сегодня испытать это на себе. Да что ты говоришь, они прямо легко отстирываются? Да, я бы, кстати, на твоем месте пиджак все-таки сняла, потому что химчистка дорого стоит. А хотя... Ну, хорошо. Друзья, яркий красок в нашу жизнь. Ребята, всем... Смотрите, хорошее утро. Утро, а дальше шустрики продолжат эфир. Ну, господи. Смотрите, хорошее утро. У меня в гостях Артем и Арина. Привет, ребята. Привет. Как настроение? Супер. Супер. А я хочу вас поинтересоваться. Знаете ли вы, как сделать игрушку из обычного листа бумаги? Нет. Не знаете? Нет. А вот буду вас учить делать самолетик. Умеете его делать? Нет. Нет, конечно же, конечно же, не умеете, поэтому я, собственно, вас и научу. Нам для этого понадобится обыкновенный лист белой бумаги. Можно не белой, какой хотите. Смотрите, для начала кладем его ровно, находим центр листика, вот так, чтобы у нас все было ровно. Ровный самолет. Получается такой прямоугольник. Артем. Почти ровно. Так, распрямляем. Смотрите, почти. И теперь каждый уголочек, с этой стороны и с этой, к центру загибаем. Опа. Первый уголок. Так. И второй уголок туда же. Так. Получается вот такая ракета. Видите, это начальная стадия самолета. Так, получилось? Да. Теперь мы берем этот нос и сворачиваем. Вот так. Опа. Так. Все делаем по центру, чтобы все было ровно. Смотрите, линия должна четко быть в центре. Арина, получается? Да. Теперь опять берем уголочки и сгибаем их к центру. Вот так, чтобы у нас остался маленький треугольничек. Вот такой. Давайте назовем его язычок. Здоровское название. Так, сгибаем аккуратненько. Артем лягушку какую-то делает. Артем. Получается? Да. Давай. А где язычок у тебя остался? А, вижу. Все, сгибаем. Ариночка. Умничка. Артем готов к следующему шагу? Берем наш язычок и загибаем его, чтобы он держал наши два треугольника. Теперь, согласно линии в центре, мы вот так вот его сворачиваем. Оп. А теперь делаем крылья. Осталось совсем-совсем все легко. Заворачиваем одну сторону ровненько и вторую. И что у нас получается? Самолет, правильно? Получилось? Да. Ого, у тебя с какими крыльями чудными. У тебя истребитель какой-то. У тебя на журавль похож. Давайте запустим прямо в наших телезрителей. Готовы? Давайте. Чтобы хорошо летел, подуйте в него. Давайте. Три, два, один. Опа! Улетели. А прямо сейчас мы будем смотреть рубрику, которая называется «Лаборатория». Привет, друзья! Синий халат, колбы. А это значит, что сегодня я снова в лаборатории в гостях у моего друга Эмодзи. Что же он делает сейчас? Это я и узнаю. Здравствуй, Эмодзи! Привет, Денис! А как ты обычно надуваешь шарик? Обычно надуваю ртом, либо насосом. А я тебе покажу еще один способ. Мой оригинальный способ надуть шарик. Для этого опыта нам понадобится шарик, бутылка, уксус и сода. Держи. Давай. Я беру вот эту водоворонку. Держи. Итак, добавляю туда соду. Немного соды. И еще немного. И еще чуть-чуть. Итак, теперь мы наливаем уксус. Это столовый уксус? Яблочный. Яблочный. Я люблю яблоки. И теперь, смотрите, у нас есть бутылка с уксусом и шарик соды. Так. И теперь я надеваю шарик. Это ты, Эмодзи? Так. Мне нужна твоя рука. Перевернуйте шарик. Поднимайте. Прекрасно. Прекрасно. Смотрите, что с ним происходит. Он удавается. Мы его завязываем. Собачку я не умею делать. Вот у нас получился шарик. Как вы думаете, Денис, этот шарик упадет или нет? Нет. А давайте попробуем. Давайте. О, нет. Не взлетел. Эмодзи. Потому что газ тяжелый. Здесь произошла химическая реакция и выделился углекислый газ. Эмодзи, как раз об этом я сейчас и расскажу ребятам. Обязательно расскажи. Сода и уксус вступают в химическую реакцию, при которой выделяется углекислый газ. Он и надувает наш шарик. Интересное занятие, Эмодзи. Но на самом деле, Эмодзи, я хочу сказать тебе спасибо. Это был шикарнейший опыт. Я старался. Теперь именно этим способом я и ребята будем надувать вместе шарики. И печь бельны. Может быть. А вы догадались, какой сегодня смайлик у нашего друга Эмодзи? Уверен, что да. И тогда давайте прямо сейчас это и проверим. Один, два, три. Внимание на экран. Дорогие наши телезрители, а я призываю вас заходить к нам в группу ВКонтакте, которая называется Шустрое утро. И заходите на наш канал в Ютубе, который называется точно так же. А сегодня со мной вместе в студии были Артем и Арина. А все вместе... Шустрое утро! До встречи, ребята, пока! Пока-пока!